Я перебрался в Монреаль один в самом начале. По чеченским традициям самый младший сын остается с родителями. Я спросил свою маму, хочет ли она приехать в Монреаль. Она сказала да. И она приехала в Монреаль. С тех пор мы живем вместе. В начале моей семье, моей жене, детям не нравилось здесь. Они хотели вернуться домой. А мне нормально, потому что я хожу в боксерский зал. Боксерский зал где угодно, в России, здесь или в США, это боксерский зал. Они одинаковые. Сильно затянуло или нормально? Нормально. Я познакомился с Марком в первый же день, как сюда приехал. Даже когда мы просто работаем джипом, финты джип. Мы посидели в кафе, попили кофе. И с тех пор я пью кофе. До того как приехать в Монреаль, я никогда не пил кофе. А сейчас я кофеман. Марк сказал мне, я знаю тебя, я слежу за тобой с 2007. После этого мы вместе потренировались. Я помню, Марк сказал мне, завтра у тебя большие проблемы. У тебя спарринги с Жаном Паскалем и Рейдером. Я сказал ему, это у них будут проблемы. Артур Бетербиев проведет вторую защиту своих титулов WBC и IBF в полутяжелом весе против непростого американца Маркуса Брауна уже в эти выходные. У Брауна всего одно поражение в близком бою против Жана Паскаля. В год апсетов нужно быть готовым ко всему. С раскладами на бой Артура и на все другие спортивные события вы можете ознакомиться у нашего партнера компании Лига Ставок. Также напоминаю, что сейчас Лига Ставок проводит акцию с главным призом 400 миллионов рублей. Кликайте и переходите по ссылкам в закрепленном комментарии. Мы начали работать в 2009? В 2013. В 2009 что с тобой? У меня слишком много боксеров. Что случилось? Они все были разными. Артур не был каким-то особенным, но он был твердым, немного упертым. Но это нужно для того, чтобы быть очень хорошим боксером и он очень сфокусирован на всем. И каждое решение, которое он принимает в жизни, оно крутится вокруг бокса. Время сна, что он ест. И мне, как тренеру, не нужно нянчиться с ним, как со многими другими боксерами. Он очень-очень дисциплинирован. У него военная дисциплина. Это было впервые, когда ты подрался с бойцом с хорошей репутацией, с бывшим чемпионом. Всегда испытываешь небольшой стресс, когда у тебя хороший молодой боксер, каким был Артур в то время, и ты заставляешь его давить ветерана, который не так давно был чемпионом мира. И это было весело, потому что вот этот удар, я его ни разу не видел, пока не начал работать с Артуром. И по сей день я называю этот удар «Компио», потому что это была фамилия его соперника. И когда я хочу увидеть этот удар, я кричу из угла «Компио», и он знает, что я имею в виду. Именно этот удар. Боже мой, это страшный парень. На боксерской сцене у нас появился по-настоящему очень хороший боец в полутяжелом весе, в этом нет сомнений. Артура Бетербиева ждут особенные дела. А вот и Компио, который выглядит так, как будто по нему проехалась фура. Когда я ударил его вот этим, ты увидел, что он уже все, и ты уже остановился. Да, я уже вот этой рукой не стал бить. Да, потому что ты знал, что уже нокаутировал его. После того, как кто-то оказывается в нокдауне, ты меняешься у себя в голове. Ты наблюдаешь за этой ситуацией в другом режиме. Я думаю о том, чтобы помочь ему. У себя в голове я не какой-то зверь. Я просто хочу выиграть бой. Я не хочу покалечить кого-то навсегда после поединка. Ну, он все еще не провел больше четырех раундов. Артур Бетербиев, восемь побед, восемь нокаутов. Первый вопрос, Артур, ты все еще не провел больше четырех. Мы продолжаем задаваться вопросом, когда ты получишь свой титульный бой. Сейчас немного будет рано, но готов ли ты к титульному бою? Очень тяжело доверять кому-то. Когда я был молод, когда я начал заниматься боксом, я прочитал одну небольшую книгу. И там было написано, если ты не доверяешь своему тренеру, то с вероятностью в 50% ты проиграешь. Потому что у тебя будет неверная работа. Ты должен доверять своей команде. Должен чувствовать их поддержку. Очень важно, когда тренер слышит тебя. Когда он чувствует тебя. Я говорю на русском, чеченском, английском и французском. Уверен, сынок? Уверен, сынок. 12 rounds of boxing in a battle of undefeated world champions for the unified WBC and IBF light heavyweight championship of the world. He is undefeated in his campaign to the ring with a record of 17 wins, no losses. The acclaimed, undefeated, Alexander Ballstein! And his opponent across the ring, the IBF title holder. His sensational record stands at 14 wins, no losses. With all 14 wins coming by way of knockout. Introducing... Артур Беттербиер! До того, как я стал чемпионом мира, мы проводили спарринги, и эти ребята говорили мне, отличная работа, чемп. Они называли меня чемп. И я говорил, пожалуйста, не называйте меня чемп, потому что я не чемп пока что. Мое имя Артур, я говорил. Знаете, это как... Я не хотел ходить как чемпион до того, как стати. Некоторые тренеры пытаются подтолкнуть тебя психологически. Но я считаю, что ты должен знать свое тело лучше всех. Ты чемпион, иди и покажи им это. Ну же, действуй с умом. Впервые кто-то из Канады, тот, кто живет в Канаде, тренируется в Канаде, объединил титул. Я никогда не забуду день, когда ты сказал, что ребята готовы перейти в профи, и ты спросил меня, буду ли я Катменом. И сейчас он, наверное, один из лучших в этом деле. И в результате этого всего я и Артура Катмен тоже. Знаешь, мне повезло, что я начал работать с Артуром с его продебюта. И с тех пор я всегда был в его углу. Я помню, когда он дрался здесь, в Монреале, и когда у нас наконец появилась возможность подраться за поясом IBF, мы дрались в Калифорнии. И тут мы в Калифорнии, деремся за мировой титул. Здесь, в Монреале, мы видели, как Артур бил своих соперников. Бам, они бум. У этого парня просто невероятная мощь. Мы приезжаем в Калифорнию, и вдруг... Что он делает? Как будто он больше не умел бить, он перестал бить, что случилось? Он проходит раунды, он выигрывает, но... Я говорю, куда делась мощь, которую мы видели? Что случилось? Что происходит? И когда он пришел в угол в конце 11-го раунда, он выходит на 12-й... Бул-бан! А вот и он. И он останавливает парня. Вот он, Артур. Почему так долго? Он сказал, я хотел посмотреть, смогу ли я провести 12-ти раундов. Зачем ты ждал 12-ти раундов? Он устраивает жару. Идет и давит, и давит. И вынуждает тебя драться в таком темпе, в котором ты не хотел бы драться. И ты понимаешь, что ты уже на пятой скорости, а он только на третьей. С кем ты хочешь драться дальше? Неважно. С кем угодно. WBC сделала Маркуса Брауна обязательным претендентом на титул, которым владеет Артур Бетербеев. Я знаю Маркуса Брауна очень хорошо. Мы были в углу Баду Джека, когда он дрался с ним. Черт, я был в форме. И когда я в форме, то у всех у вас будут проблемы, слышите? Я видел, как Жан Паскаль дрался с Маркусом Брауном. Бой с Брауном — это непростой поединок. Он хороший левша, скользкий. Для Маркуса Брауна это возможность всей его жизни. Вот он проиграл Жану Паскалю, и вот один бой спустя, он обязательно претендент, и он получает бой с Бетербеевым не за один, а за два пояса в полутяжелом весе. И для него это огромная возможность, которую он хочет воспользоваться. Это очень опасный бой. Но Артур непобежденный, и он единственный чемпион мира на данный момент, у которого стопроцентный показатель нокаутов. Каждый бой, которым выиграл, завершался нокаутом. Моему отцу никогда не нравился бокс. До тех пор, пока я не выиграл бронзу в юношеских соревнованиях. И все друзья моего отца, все друзья семьи, и все они пришли домой, чтобы поздравить с поединком. И после этого он сказал мне, если тебе нравится бокс, занимайся. И через пять дней, после этого, мой отец погиб в ДТП. Пять сделано. У Артура, как у боксера, нет слабых сторон. Мне нравится его мудрость, и его тяготение к успеху. Никаких компромиссов. Он всегда говорит, если я опоздал на тренировку, и меня нет, то это только потому, что я умер. Так? Вот такая у него преданность делу. Проходит почти один год со смерти отца. Неполный год. И я получаю приглашение из Москвы. Я помню, я не хотел продолжать заниматься боксом и всем остальным. И моя мама сказала мне ехать в Москву, и я решил ехать. Если бы не послушал свою маму, то, возможно, я бы сейчас здесь не сидел. Нужно слушать родителей. Так, Андре, что скажешь? И тренеров. И тренеров тоже. Андре, если бы я не слушал родителей, то и тренеров тоже бы не слушал. Именно, 65. Бери, жгут. Видите, мой тренер как Терминатор. 65. Никаких шуток. Ничего. Он работает с моим ассистентом. Люк примерно метр восемьдесят, с размахом метр восемьдесят пять. Вот с этим мы столкнемся в бою с Брауном. Ты можешь поднажать сильнее в третьем подходе, а после восстановиться в четвертом. Как в бою, понимаешь? Если будешь делать постепенно, то это не то, что будет происходить в ринге. Лучше попотеть на тренировках, чем не стекать кровью в бою. Иногда, когда я иду в какой-нибудь фудкорт, я спрашиваю, у вас есть чеченская еда? Я знаю, что у них нет, но просто спрашиваю. С самого начала я чувствовал, что с ним я не трачу время впустую. Он был очень дисциплинирован, все было при нем. Я никогда не испытывал такого чувства, что мы никогда не достигнем наших целей. Я всегда был уверен, что мы это сделаем. В начале я помню, что не брал деньги с его боев, потому что он зарабатывал по сути ничего. Как новому иммигранту в Канаде жизнь была сложной. И когда он начал хорошо зарабатывать, он начал платить мне все время. Но я помню, в начале я делал многое. Он чем-то жертвовал, я чем-то жертвовал. Мы делали это вместе. Овар Голосаве! Я начал тренировать, когда мне было 18. Я стал тренером, потому что был плохим боксером-любителем. Для них это как начало мечты. И мы следим за всеми, смотрим на них. Вот так все начинается. Ну, с детства он был трудолюбивым, целеустремленным, был послушным, трудолюбивым. С девяти лет занимался... Энергетическим. С девяти лет начал заниматься спортом. Космос полетит сейчас. Космос полетит сейчас. Космос полетит сейчас. Космос, значит, без меня. Без тебя. С面目 по с面目? Ты хочешь с面目 по с面目? Давай, кто не засмеется? Я моргнул. Кто моргнул? Не моргнул. Давай сейчас. Семь, ты прыгнул. Я не прыгнул! Олах. Космос. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я никогда не проигрывал в своей профессиональной карьере. Когда я иду спать, если я готовлюсь к бою, я представляю этот бой перед моими глазами, некоторые его моменты. И когда я просыпаюсь, я хочу провести стопроцентную работу и сфокусироваться на победе. Спасибо вам большое за просмотр. Понравился перевод? Ставьте палец вверх. И подписывайтесь на Fidespace. Всем пока.